мое время когда это был 2000 когда я учился какой несколько лет 46 это было 2009 год по мере 2008 когда иван демидов наш российский покермен тогда член команды джипси тим покер он занял второе место во всопе это world series of poker main event вход 10 тысяч долларов первыми сколько-то миллионов долларов понятно это не все его деньги которые он выиграл меньше потому что он был как бы хороший игрок но вот хороших игроков в начальном этапе как правило нет денег вносить взносы на такие крупные турниры турниры по 10 тысяч долларов и существует так называемый беккеринг беккеры это люди имеющие деньги как спонсоры они финансируют талантливого крутого игрока покериста который или покермена как угодно игрока в покер который будет играть и затем они забирают себе больше часть прибыли например у вас нет 10 тысяч долларов но вы очень хорошо можете играть в покер соответственно я даю вам даже у меня у вас есть свои тысячи долларов я даю вам 9 тысяч долларов и 90 процентов призок если вы выглядите я забираю себе да например но какие-то такие ситуации до в ком-то ком соотношении вот и там был бум в то время покер в россии признали спортом покер в россии стал спортом по москве открылись покерные клубы и естественно в наш мир пришли онлайн ресурсы как такие как покер stars full tilt покер пати покер и куча других платформ вот тогда это все дело развивалось и было очень щедрым за регистрацию на сайте можно получать до 100 долларов то есть бесплатно начинать развиваться вот мы определенный момент когда я был в академическом отпуске то есть я не учился я жил в главном здании мгу хотя я не имел права там жить но у меня были специальные документы хитрые я жил в преподавательском корпусе и мне нужно было на что-то жить я не много в то время это зарабатывать то время это были другие деньги но на жизнь аспирантская комната чтобы так вот снимать и жить там стоило примерно 10-15 тысяч рублей в месяц ну и что-то на жизнь вот ну я так собственно вот играл то есть пользовался всем как реально играл очень много то есть это как моя работа была то есть я просыпался просыпаются покеристы поздно часов четыре в пять вечера потому что ночью они играют потому что ночью начинают играть люди из сша у которых есть деньги но которые очень плохо играют так называемые фиши вот и с ними выгодно играть потому что чем слабее игрок против тебя тем да проще тебе выиграть его деньги соответственно покермен садится обычно играть в 6 7 8 вечера если он из россии играет всю ночь но потом ложится спать так так выглядит жизнь есть короткий турнир есть длинный турнир ну жизнь такая унылая то весело сначала а потом не очень то и весело сидеть все время за компьютером смотреть вот на эту всю историю вот ну как то так вот но и это спорт игра очень интересная полностью построена на математическом ожидании то есть это круче чем считать вероятности математическое ожидание это такая штука которая показывает прибыльность вашего действия здесь и сейчас то есть даже если вы по их проиграли деньги в моменте она показывает плюсовым или минусовым ваше решение было на длинной дистанции да по закону больших чисел имени калмогорова то есть если вы будете совершать такое действие всегда будете ли вы в плюсе на дистанции вот соответственно это то же самое что если я вас спрошу вас смотрите вот у вас есть вы идете честный аттракцион а 100 полей белые одно черное вы ставите 1000 рублей если попадаете на белые выигрываете 2000 то есть свою тысячу возвращаете еще плюс тысячу если ставить если выпадает одно поле из 100 черное то вы проигрываете то вы проигрываете вопрос будете в такую игру играть а проигрывали бэт вот смотрите 100 полей 99 белых одно черное барабан крутится по честному соответственно если кирилл климов но вот если нет тогда вы вы плохо считаете тогда вы плохо считаете и вам нужно узнать по тематическую статистику теорию вероятность потому что все она работает по модстату еще раз вы по-честному крутится рулетка и 99 белых полей вы удваиваете свой капитал вот а черное вы теряете свои деньги это не азартная игра это не азартная игра вы должны это четко то что я сейчас привел идеальную модель это не азартная игра это в жизни все так работает понимаете когда вы принимаете какой-то бизнес решение принимаете как готовиться к егэ и так далее вы играете по мат ожиданию то есть какое-то плюсовое или минусовое решение вот это решение в вашей жизни был очень плюсовым что такое математическое ожидание мы считаем наш чистый выигрыш чисто выигрыш перестали вероятность 99 на 10 что выпадет белое поле углажается на чистый выигрыш 1000 рублей плюс вероятность одна сотая черное поле умножить на чисто выигрыш он здесь будет минус тысяча да мы считаем чистый но назовем это чистый выигрыш минус 1000 как бы проигрыш то есть помноженная вероятность на то что мы приобретем или то что потеряем в сумме это так Называемое математическое ожидание М. Давайте его посчитаем. Что мы получим? 990. И сколько минус всего? И минус 10. 980 рублей. Что обозначает эта цифра? Эта цифра обозначает, что если вы сыграли один раз в эту игру, то вы уже выиграли по математическому ожиданию 980 рублей. Уже сейчас. И вы мне скажете, как это? Но я же могу проиграть. Да, вы проиграете в моменте. Вы проиграете в моменте. Может выпасть черное поле с вероятностью 1 сотая. Но решение настолько плюсовое, что вы выиграли 980 рублей, даже если проиграли сейчас. Что значит выиграли? Выиграли на дистанции. Вы бросаете Орел и Решка. Да? Орел может выпасть 10 раз подряд. Может? Может. Но если вы будете бросать его миллион раз, то когда вы бросите миллион раз, то примерно будет 500 тысяч и 500 тысяч по закону больших чисел. Вот в чем глобальная история. Усредняется. То есть стремится к идеальному состоянию отношения вероятности. И здесь тоже будет стремиться. Это число показывает, что если вы сыграете в эту игру тысячу раз подряд, то у вас примерно после тысячи игр на руках будет 980 тысяч рублей выигрыша. Вот что показывает это среднее число. Это среднее число показывает, насколько плюсовое решение вы сделали прямо сейчас, когда сыграли в эту игру. Вот в чем история. И вот почему, как работает рулетка. Представьте рулетка. Там 36 полей. 36 полей и зеро. 18 красных, 18 черных и зеро. И вот смотрите. Можно ставить на красное и удвоить деньги. Можно поставить на черное и удвоить деньги. Почему можно специально? Баллы ЕГЭ можно, только это сильно сложно. Может специально проигрывать, я не понял. Вот смотрите про рулетку. Давайте уберем зеро. Скажем, что там 37 полей. А мы скажем, что у нас реально 36 полей, только 18 красные и 18 черные. Кто может уже, зная определение, рассказать, чему равно математическое ожидание вот такой игры, где у нас 18 черных полей, где у нас 18 черных полей и 18 красных пополам ровно. И мы ставим деньги только на цвет. Не имеет значения, какой номер поля. Только на цвет. Поставили на красные, удвоили, если выпало красное. Поставили на черные, удвоили, если выпало черное. Кто может сказать, какое математическое ожидание будет вот у такой игры? Старт Макс. Смотрите, такая история по теме на моем вебинаре. Это вот как я захочу, понимаете? Такая история. То есть, если я посчитал, что вечером на последнем вебинаре по 19 имеет место рассказать интересную штуку про мат-ожидание, причем вы только что узнали, между прочим, кое-что, что понадобится вам в университете, то так тому и быть. Вот. Ноль. Нет. Ноль. Ноль. Почему? Потому что вероятность того, что выпадет красная, одна вторая. Потому что их половина. Умножить на какой-то выигрыш х. Вероятность того, что выпадет черная, одна вторая. На выигрыш минус х, если я х рублей поставил. Это ноль. Получается, что это была бы какая-то странная игра. Старт Макс. Так вы идите отдохните тогда, поспите спокойно. И завтра утром пересмотрите. Была бы странная игра, в которую играть смысла не было бы, да? Вы играете, играете. У вас то плюс выиграли, то минус. Но на бесконечность у вас будет ноль рублей прибыли. Пустая трата времени. Так? И для вас, и для казино. Что делает казино? Добавляет тридцать седьмое поле зеро. И знаете, что происходит за счет зеро? Несмотря на то, что на зеро выигрыш большой, на это можно вообще забить. Смотрите, тридцать семь полей. Вероятность превращается не в одну вторую, а в восемнадцать тридцать шестых. Понимаете? А вот здесь минус х, это оставшиеся девятнадцать полей. Восемнадцать черных и одно зеро. Девятнадцать тридцать шестых. А это минус одна тридцать шестая умножить на х. Вы каждый раз по математическому ожиданию что-то проигрываете. За счет вот этого дополнительного поля зеро знаменатель увеличился. Блин, вот так. Тридцать седьмых, тридцать седьмых. Знаменатель увеличился. И у вас постоянно отрицательное математическое ожидание. Вопрос. Значит ли это, что нельзя выиграть в рулетку? Нет, нельзя. Вы можете бахнуть миллион на черное, удвоить два миллиона и сразу уйти. Но дело не в этом. А в чем глобальный смысл? А в том, что теперь смотрим на закон больших чисел. Это ваш минус и это плюс казино. Согласны? За одно вращение, за одну ставку. Сколько ставок в одном казино происходит за ночь? Там сотни людей играют. Сколько казино по всемиру и так далее. Каждое вращение приносит. Представьте, что это страшная война. Казино. Как проект всего мира. Все казино мира против всего человечества. Знаете, сколько раз ставку сделали люди в казино? За все время. Ну я не знаю. Миллиарды ставок. Знаете, насколько мы в минусе перед казино? Миллиарды умножить вот на это. За счет того, что каждая ставка человека в казино минусовая для всего человечества по математическому ожиданию. И плюсовая для казино. И не важно, что где-то там сейчас чувак выиграл миллиард долларов в казино на рулетке. Не важно. Все остальные в другом мире проиграли в другой стране эти деньги. И казино продолжает, рулетка, набирать страшный плюс по математическому ожиданию перед человечеством. Мы в страшном долгу.